В известной песне о летчиках огромное небо есть такие строчки. Беда подступила как слезы к глазам. Однажды в полете мотор отказал. Да, все именно так и было без малого 45 лет назад в станице Черноярковской. И командир экипажа Евгений Бунин поступил как настоящий герой. Во имя спасения других жизней он пожертвовал своей. Тему продолжит Андрей Вишневский. В жизни всегда есть место подвигу. Это не на словах, а на деле доказал 25 января 1973 года командир экипажа капитан Евгений Бунин. Двигатель его реактивного военного самолета Як-28У внезапно отказал, когда самолет был прямо над станицей Черноярковской. Герой дал команду на катапультирование лейтенанту Валерию Шкунову и ценой собственной жизни отвел самолет от станицы. Черноярковцы до сих пор помнят, как все это было. Кое-кто видел, когда он шел на снижение. Кто-то просто слышал взрыв этот самый удар сильный. Ну, это три километра по дороге, а по прямой тут и того нету. То есть все было, он ввал вошел. Удар, естественно, был сильный. На месте гибели летчика установлен обелиск. Но у местных жителей было желание сделать что-то большее для увековечения памяти их спасителя. И это начинание при участии и помощи, прежде всего, районных властей, воплотилось в жизнь. На этом подвиге мы будем воспитываться сами, потому что нам тоже в нужное время может быть необходимо защищать свою семью, защищать свою родину. Ну и самое главное, как было уже сказано, мы воспитываем подрастающее поколение. Эта команда, это решение, которое он принял, оно было от сердца, потому что не было времени для того, чтобы раздумывать. Весомую поддержку возведению памятника оказало командование 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии и общество с ограниченной ответственностью «Газпромдобыча Краснодар». Сущность русского народа – это жертвовать собой ради жизни других людей. Нет профессии героизма, но живут герои в сердцах. Те, кто людям спасает жизнь, в нашей памяти, на века. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский также содействовал возведению памятника. Помнить подвиг тех людей, которые оставили свет на земле, это очень важно. Очень важно, ребята, знать это вам, молодежи, ученикам, тем, кто сегодня и завтра будет создавать будущее страны. Новый памятник позволит хранить светлую память и передавать ее эстафету. Юные жители станицы Черноярковской знают об этой странице истории своего поселения. И посвятили летчикам возвышенные слова. Судьбой желанное небо стало вам. Его от нападений бережете. Оно для вас – чистилище и храм. Вы ежедневно службу в нем несете. Пусть будут ваши вылеты легки, а небо над отчизной чистым будет. Военные России модельки, надежные, проверенные люди. На митинге в честь открытия памятника наступила минута молчания. Торжественную тишину разрывают выстрелы. Солдаты салютуют павшему герою. И вот, наконец, разрезание красной ленты. После этого венки и цветы были возложены к подножию памятника. Сюда пришли и старый млад. Легендарная история о подвиге Евгения Бунина передавалась из уст в уста от старшего поколения к юношеству. Он спас нашу станицу, и мы всегда будем помнить его и чтить. И будем всегда равняться на него. Серебристый силуэт памятника в центре Черноярковской теперь будет ежедневно напоминать не только жителям станицы, но и всем, кто будет рядом, о летчике Евгении Бунине, о его доблести и героизме. Он был совсем еще молодым в день гибели, но без колебаний отдал свою жизнь, чтобы не прервались жизни тех, кого он защищал в высоком, огромном небе России. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин Георгий Калинин